Сейчас многие хотят открыть бизнес за границей, но не знают с чего начать, делают глупые ошибки. Давайте я вам расскажу самые успешные стратегии. Смотрите видео до конца, потому что в конце я расскажу, наверное, самую недооцененную и важную стратегию для русскоязычных людей, которые открывают бизнес за границей. Первая стратегия, самая успешная, это copy-paste. Это тогда, когда вы берете и находите бизнес, который вам нравится или который работает в вашей нише, при этом работает успешно, и вы максимально точно стараетесь его скопировать. Почему эта стратегия успешна? Ну, потому что, когда вы начинаете бизнес за границей, это, конечно же, другой язык, это понятно, скорее всего, в какой-то степени вы знаете. Но самое большое отличие, это совсем другая культура, совсем другая потребительская культура, другой стиль, другие потребительские привычки, другие особенности ведения бизнеса. И их очень много, начиная... А это не значит, что они какие-то сложные, но сложность создается тем, что есть очень много разных довольно простых вещей, которые одновременно на вас наваливаются. Взаимоотношения с работниками, как с ними заключать договора, как с ними договариваться, как им платить. Какие-то вопросы, связанные с легальными вещами, официальные вопросы, вопросы, связанные с потребительскими предпочтениями вашей целевой аудитории, вопросы цены. То есть, просто этих вопросов становится одновременно очень много. И, конечно, вы умные, вы сможете во всех этих вопросах разобраться, но для этого требуется время. Вы же не хотите тратить на открытие бизнеса за рубежом годы. И поэтому самое лучшее, вы решили заниматься, я не знаю, рестораном, вы решили сделать какой-то маникюр, вы решили делать какую-то эстетическую медицину. Вы находите тот бизнес, который является успешным в вашей нише, максимально соответствует вашей идее. Лучше не один, а несколько. Выбираете самый лучший, самый успешный не с точки зрения того, что он вам нравится, и он вам отзывается, и вы бы делали бизнес точно так же. Нет, он является самым лучшим по объективным показателям, цифрам, количеству клиентов, обороту, прибыли, скорости роста. Вот находите этот бизнес и просто детально и молекулярно, не задумываясь, не задаваясь вопросом, почему надо именно так делать, вы просто берете его, тупо копируете. То есть, вы тупо копируете их ценник, вы тупо копируете их product range, то есть, какие услуги, какие сервисы они предоставляют, как они это делают, в каком месте они расположены. Как они визуально выглядят. Ну, понятно, что вы будете использовать какие-то свои названия, цвета и логотипы, но все остальное, все, что только можно скопировать, вы копируете. Вы внимательно изучаете, как они делают рекламу, какие рекламные каналы они используют, где они дают, где они не дают, на что они тратят деньги, на что не тратят. Вы собираете все эти данные, и вы просто делаете то же самое. И когда вы начинаете делать то же самое, через какое-то время вы начинаете понимать, что на самом деле работает, а что не работает. И начинаете только через какое-то время видеть, что вы могли бы улучшить. И наверняка вы найдете, что можно улучшить, но начните с копипейста. Самый гениальный копипейст, это когда вы находите уже работающий бизнес, и вы его просто покупаете. Если мы говорим, например, про Америку, это абсолютно доступно. Огромное количество бэби-бумеров, люди, которые родились в Украине войны, они построили бизнес, занимались десятилетиями, они сейчас уходят на пенсию, они продают свой бизнес, это достаточно доступно. Но здесь есть только один нюанс. Маленькая вероятность того, что вы найдете подходящий вам успешный работающий бизнес в вашей нише. Ну, вероятность небольшая, но если вам вдруг повезет, используйте этот способ. Вторая стратегия, это быстрое тестирование гипотез. Проблема здесь в том, что ваш опыт, если вы опытный предприниматель, он работает против вас. Потому что если вы опытный предприниматель, вы там годы разрабатывали какую-то модель ведения бизнеса, и вам хочется все свой бесконечный опыт и знания реализовать. И это начинает работать против вас. Потому что это другая страна, это другая среда, это другие потребители. И здесь очень важно не упираться в тот самый прекрасный способ того, как вы уже знаете, как вести этот бизнес, а быстро тестировать гипотезу. У вас возникла идея, что вы можете заниматься продажей бушных автомобилей. Вы пробежали по округе и увидели, что в районе, я не знаю, Филадельфии, например, там 30 дилерских компаний, которые продают бушные автомобили. Вы прошли по ним, увидели, какие они унылые, старые, не клиентоориентированные, что у них хреновые продавцы, а при этом объем рынка просто колоссальный. Бушка в Штатах – это колоссальный рынок. И у вас возникла гениальная идея заняться этим бизнесом, заняться бушкой. И на первый взгляд все выглядит мега-мега перспективно. Но сделайте тестирование гипотезы, попробуйте запаковать этот продукт, попробуйте дать рекламу, попробуйте получить отклики. Или вы решили заняться обслуживанием домов, вам кажется, что это будет мега перспективно, там модель сходится, вы посчитали, прекрасно, у вас есть исполнитель, вы знаете, как делать рекламу и так далее. Вы обошли два десятка своих знакомых, у которых есть дома и которым потенциально может понадобиться это обслуживание. И ни один из них на самом деле на ваш шофер не отреагировал, ни один из них не достал кошелек и не сказал, хорошо, давай, я заказываю. Все, точка, эта штука не работает. И вы можете очень долго, глубоко копать и разбираться, почему эта гипотеза не сработала, а можете просто взять и продумать другую гипотезу и начать ее тестировать. И вот мой опыт говорит, что быстрое тестирование гипотез является самым быстрым способом входа на какой-то рынок. Я могу вам сказать, я сам нарушал это правило. Я сам, выходя на рынок в Соединенных Штатах, тратил огромные деньги, огромное время, чтобы принести в Америку точно такой же продукт, как мы делали когда-то в Украине, в других русскоговорящих странах. Но со временем мы довольно быстро, слава богу, потратив некоторое количество денег и времени зря, мы довольно быстро сообразили, что это не работает. Мы быстренько переделывали, убаковали этот продукт под запросы местного рынка и бац, мы тут же начали получать продажи и все. Поэтому не застревайте в идее, что вы знаете, как вести бизнес. Придумывайте разные гипотезы, тестируйте. Если вы сделали презентацию 10-20 потенциальным клиентам и ни один из них у вас ничего не купил, это говорит о том, что ваша гипотеза не работает. Не застревайте, не пытайтесь доказать, что вы крутые и через все прорветесь. Тестируйте другие гипотезы. Следующая стратегия. Найти успешного местного партнера. Ну, например, у вас архитектурное бюро, которое успешно работало в каких-то постсоветских русскоговорящих странах. И у вас крутая команда, вы знаете, как проектировать, они владеют автокадами, у них там есть программы визуализации, вы делаете просто шедевральные абсолютно проекты, вы на этом собаку съели и вы хотите прийти в Соединенные Штаты, например. Ну, самый лучший способ это найти местное архитектурное бюро и с ней договориться о партнерстве, о том, что они будут продолжать работать с клиентами, они будут задавать основной лейтмотив, они будут определять основную стилистику, а вы будете выполнять техническую работу. Да, это не так славно, но это очень реалистично, потому что для того, чтобы погрузиться в местный рынок, в запросы местной публики, в понимание, почему американцы там, не знаю, покупают именно вот такие дома, а не вот такие, как они относятся там к мебели, как они относятся к комфорту, какие им нужны пространства и так далее. Это займет просто месяцы, а скорее всего, это займет годы, пока вы в это сможете проникнуть. Найдя местного партнера, вы можете довольно быстро начать зарабатывать деньги, постепенно уже разбираться и разбирать. Американский рынок, он колоссальный, он очень разнообразный, потому что вот где я живу, например, во Флориде, люди покупают одну мебель, а на Манхэттене совершенно другую. У нас есть наш клиент, это нью-йоркская компания, которая производит мебель-трансформеры, это очень дорогая мебель, то есть там, знаете, вот эти диваны, которые превращаются в шкафы, которые превращаются в кухню, кухня превращается в ванные комнаты, но это уже загнул. Но на Манхэттене это мега востребовано, потому что квартирки малюсенькие, стоят безумные совершенно деньги. Человек покупает за миллион баксов квартирку, которая там, ну не знаю, там 100 квадратных метров, но он хочет жить комфортно, ему нужна специальная мебель, и обычная мебель ему не подходит. И у них есть очень четкий определенный рынок, они работают, например, там с людьми, которые живут в мегаполисах и так далее. А есть те, кто делает мебель для людей, живущих в больших домах во Флориде и так далее. Пока вы проникнете в этот рынок, уйдет слишком много времени, поэтому ищите партнеров. Но для этого первое, что вам надо сделать, это разобраться в себе и сформулировать, в чем ваша настоящая экспертиза. Вот что у вас там является вашей твердой экспертизой, что такое вы можете предложить. И вот с этой гипотезой вы ходите и ищите партнеров. Если вы можете потенциальному партнеру показать, как он может увеличить объем бизнеса, как он может зарабатывать больше, это уже привлекательно. Но только не рассчитывайте, что первый же или второй, который вы встретили, сразу же бросится вам объятие как потенциальный партнер. Дело в том, что далеко не все люди хотят расширять свой бизнес, далеко не все люди хотят выходить из зоны комфорта. Но если вы потенциально проработаете с каким-то кругом этих потенциальных партнеров, кого-то вы найдете, живенького, кто хочет на самом деле большего. И тогда через партнерство вы можете намного быстрее, практически мгновенно зайти на зарубежный рынок. И четвертая стратегия. Это сообщество, это комьюнити. Они совершенно по-другому работают в западном мире, они совершенно по-другому работают в Америке, они совершенно не так работают в русскоговорящих странах. Как я уже говорил вам о стратегиях, вам нужно тестировать гипотезы, вам нужно общаться с людьми, вам нужно выяснять, как они реагируют на ваши офферы, на ваши предложения, на ваш сервис, который вы предлагаете. То есть, если вы будете просто сидеть и продумывать, и просчитывать, и искать ответы в интернете, или в каких-то статьях, скорее всего, вы просто потеряете время, вас ждет поражение. Самый лучший способ, как проверить вашу гипотезу, ваш оффер, это просто пойти к людям, им это предложить, и с ними об этом поговорить. И идеальное место для этого, это бизнес-сообщество, это всевозможные сообщества, это всевозможные комьюнити, их просто бесконечное количество. Понимаете, вы приезжаете там в Америку, например, поселились в какой-нибудь деревне, заходите на метап, есть такой сервис метап, это типа как букинг, оно только для комьюнити, находите все возможные бизнес-сообщества и около бизнес-сообщества в той местности, где вы живете, просто начинаете туда ходить. Вы просто туда приходите, говорите, я-то такой-то, такой-то, я вот приехал, и я начинаю делать бизнес, и я делаю вот такой-то бизнес, я приношу такую-то пользу, и так далее. И вы просто смотрите, как люди на это реагируют. Я участвовал в множестве таких комьюнити, я видел, как вот приходят несколько ребят, и они начинают рассказывать о себе, о том, что они делают, и у одного или двух из них очень интересный оффер, они тут же начинают получать вопросы, запросы, с ними начинают общаться, а остальные как бы сидят и им сказали большое спасибо, вежливо улыбнулись, но никаких вопросов не задают. Все понятно, понимаете, гипотеза протестирована, никому на самом деле, по крайней мере, среди вот этих ребят, никому то, что вы предлагаете, не нужно. Идите, ищите другую гипотезу. Вот этот вот комьюнити, вот эти нетворкинги, они позволяют вам и гипотезы тестировать, они позволяют вам бизнес-связи находить, они позволяют вам партнеров находить, они позволяют быстро узнать мнение опытных предпринимателей, местных предпринимателей, о том, что они думают по поводу вашей идеи и так далее. Но, безусловно, вам для этого нужен язык, потому что вы не можете прийти там в американский какую-то тусовку, комьюнити и разговаривать по-русски, вам, конечно, нужно знать на каком-то более-менее приемлемом уровне язык, но поверьте мне, что язык все равно является вторичным. Если вы даете какой-то интересный оффер, рассказываете о каком-то нужном для людей сервисе и напрямые вопросы о том, сколько это стоит, как это получить и так далее, это, кстати, вопросы, которые говорят о том, что уже есть интерес, вы можете ответить, и они поймут ваш ответ, то это достаточно на самом деле. Так, всем слушать. Аханэдэй. Чоатим. Армок. Акень. Акень. Паньгау. И не тянуть. Что я сказал? Ты велел им всем взять самурайские мечи и побрить тебе задницу. Серьезно? Да. Безусловно, нужно также немножко понимать менталитет людей. Когда у вас спрашивают, how are you doing, вам не надо рассказывать, как у вас дела, это потому что это просто форма вежливого приветствия и так далее. То есть нужно немножко, по крайней мере, понимать коммуникативную культуру, нужно немножко понимать язык. Я, кстати, собираюсь выпустить на канале скоро отдельное видео выйдет о том, мои лайфхаки в отношении того, как быстро выучить английский язык. Если вас эта тема интересует, не забывайте подписываться на канал, щелкайте на колокольчик, получите уведомления. И это практика, это не какая-то теория. Я вам расскажу практику, которая позволяет ускорить изучение языка там в десятки раз. Да, в общем, нетворкинг и вот эти метапы, встречи, бизнес-тусовки, они обычно либо бесплатные, либо недорогие. Понятно, что есть как бы и дорогие бизнес-клубы, но они для начала вам не нужны. Вы можете ходить там на десятки просто бесплатных или недорогих. Это один из самых недооцененных инструментов в области маркетинга. Почему? Потому что отношение комьюнити, отношение к таким тусовкам у американцев совершенно другое. Оно не такое, как у русских. Например, когда мы впервые приехали со своим сервисом там 7 лет назад в Соединенные Штаты открывать нью-йоркский офис и сделали нескольким знакомым презентацию нашего продукта, и тогда я в первый раз увидел, насколько это отличается. Потому что люди, которым мы делали презентацию, некоторые из них говорили, ну, вы знаете, это как бы для меня не подходит на этой стадии развития, где мы находимся, мне это неинтересно. Но у меня есть парочка знакомых, которым это может быть интересно. И мы говорили, да, отлично. И мы тут же начали спрашивать. То есть просто, знаете, от человека к человеку. То же самое происходило на всяких бизнес-тусовках и мероприятиях. Люди в Америке очень открыты, они доверяют друг другу. Поэтому, когда вы приходите и говорите, ну, знаете, я тут сделал сервис, мы красим заборы. Мы вот красим заборы какой-то особой прекрасной краской. И у нас классные условия, и все такое. У кому-то надо покрасить забор? Не стесняйтесь об этом спрашивать. Они вам скажут, да нет, на самом деле нет. Второй вопрос, который вам стоит задать, а у вас есть знакомый, которым, может быть, надо покрасить забор? Они говорят, о, да, кстати, у меня есть друг, он что-то говорил по поводу забора. Вот его телефон, отлично. Вы ему звоните и говорите, ну, тут знакомый посоветовал, мы тут красим заборы и так далее. Он говорит, ну, вы знаете, мы только что покрасили. Следующий вопрос, который вы должны задать, обязательно это, а у вас есть знакомый, может быть, которым все-таки надо покрасить забор? Он сказал, а, да, да, кстати, у меня сосед хотел. Понимаете, вот этот инструмент нельзя недооценивать, потому что он помогает вам тестировать гипотезы, он помогает вам погружаться в среду, он помогает вам понимать нужды клиентов и, самое главное, он помогает вам быстро получить первый бизнес. Американцы с удовольствием шерят контакты. Американцы с удовольствием шерят контакты.